Привет! В этом видео я хотела рассказать вам о моих любимых косметических средствах И это видео будет очень полезным, потому что первое, я этими средствами пользуюсь уже не первый год, поэтому это действительно классные штуки И второе, вы можете мне верить, потому что это точно не реклама, потому что ну как бы у меня 90 подписчиков, так что какая уж тут реклама Первое, что я очень-очень полюбила уже очень давно, это вот эта вот зеленая штучка, масло для волос, которое вы наносите на влажные волосы И оно вообще не чувствуется потом на волосах, чувствуется только то, что волосы офигенно круто расчесываются То, что они становятся прям такими мягкими, классными, хочется вот прям трогать Оно создает такой как бы защитный барьер, который нам очень нужен зимой от холода, летом от жары И немножечко спаивает кончики, чтобы они не секлись Проблема следующих двух средств в том, что их очень сложно где-то найти Вот мой любимый скраб, вот этот вот Первое, что мне в нем понравилось, это то, что он зеленого цвета Зеленого цвета скраб, это просто я первый раз в жизни такое видела Но потом, когда я его открыла, он просто настолько круто пахнет Я его пыталась найти в магазинах, где-то в интернете, вообще ничего Я увидела только, что он продается в Архангельске в одном месте И в Питере его вроде как продают некоторые магазины, но там их нет Нашла потом похожий на него Есть компания, которая называется Лабораториум И они делают натуральную косметику И вот они как-то тоже выпускали вот такой вот скраб, он уже синенький Он называется Love Is, и тоже очень вкусно пахнет, очень похож на тот зеленый Поэтому просто, когда я его нашла, я сразу поняла, что все, надо обязательно купить Разница между этими скрабами в том, что после второго, который вот синенький Ты выходишь из душа после него, и у тебя ноги, и там все места, которые ты им помазал Они, в общем, немножечко как будто бы в масле Но это не противное такое масло, это прям круто, потому что оно мягкое, приятное Кожа сразу нежная становится, но мне вот не всегда нравится такой эффект Раньше я вообще ненавидела, когда у меня что-то после душа, какие-то масляные ноги были Это было очень странно, поэтому мне по настроению, когда как Иногда хочется, чтобы на тебе что-то было после душа Иногда хочется, чтобы ты просто вышел и вкусно пахнет Так что, еще я для себя выделила фирму АПИУ, как-то так называется У них очень крутая косметика, вся эта корейская фирма И вообще корейские бренды, кто знает, очень классные У этой фирмы мне очень нравится пилингель Он работает как скатка, можно так сказать, да? Ты его наносишь на сухое лицо, растираешь пару минут и потом смываешь И он очень классно избавляется от каких-то шелушинок, сухой кожи Этой же фирмы только в этом году начала покупать крема для лица У меня есть два разных, первый он с семенами чия, вот такой вот зелененький А второй с медом желтенький Когда я их брала, я думала, что они совершенно одинаковые Оказывается, нет, каждый крем из этой серии он разный Поэтому, когда будете брать, обязательно почитайте отзывы Или посмотрите видео людей, кто этим пользуется Потому что крема на самом деле вообще, ну вот не каждому подойдут Некоторые из них То есть зеленый, который был первый, он такой обычный крем Подойдет для людей, которые особо не красятся Которые не любят, когда после крема у них что-то вообще на лице остается То есть он прям, он классный Он легкий, он свежий Ты его намазываешь на лицо И все, он там через пару минут высыхает То есть его вообще как будто бы и нет Но кожа вложена при этом А второй крем, который желтый с медом Он жирный Он жирный настолько, что Когда ты его наносишь, после этого еще несколько часов Если ничего сверху не наносить Остается как будто бы масло такое Это фигово, потому что Не все люди это любят, но я после этого крашусь И для меня это очень классно Потому что я крашусь так, что я просто наношу крем Сверху наношу пудру И у меня пудра застывает, видимо, на креме так Что получается, что лицо сияет И то есть все места, которые должны у нас сиять И выделяются обычно хайлайтером Они сияют сами по себе Из-за того, что крем настолько вот такой жирненький Он даже не то, что жирненький Он именно вот как будто блеск на лице оставляет И маски тоже этой фирмы Очень люблю все, которые у них есть Тканевые маски вообще Я считаю, какое-то чудодейственное средство Я их наношу очень часто вечером перед сном Потом я их снимаю Дожидаюсь, когда все это впитается в кожу Ложусь спать И на следующее утро я прям свеженькая такая Очень вкусный запах Вот у этих масок, которые банановые Вчера пользовалась, кстати, клубничной Тоже очень крутая Просто я ходила так Нюхала свою маску и свое лицо А еще насчет масок у фирмы Тони Молли тоже есть крутые Мне очень нравится с вином Тоже классная Тоже видела эффект после них Я даже не знаю, на самом деле, какая круче Еще одно, мое любимое средство Это воск для волос И у меня вот такой от Велла дизайн Хотя я думаю, что можно использовать в принципе любой воск Который вот именно такой в баночках Он для того, чтобы волосы не электризовали зимой Да, это странно Вообще я не пользуюсь никакими стайлинг-средствами Чтобы вот, например, сделать волны или там кудряшки Они у меня и так держатся Без лаков, без каких-то муссов А вот это средство я использую именно для того Чтобы волосы не наэлектризовывались Чтобы ты надевал пуховик И они потом так в красные стороны не торчали Этот лайфхак мне подсказала девочка Которая тогда просто училась со мной в универе А сейчас она очень крутой стилист Визажист И в общем, я думаю, она этот способ до сих пор применяет Так что спасибо ей Это на самом деле спасает Нужно просто чуть-чуть совсем нанести на пальцы Потом растереть И вот так вот волосы немножко потрогать этим средством И получается очень крутой эффект Потому что на самом деле, как минимум, один день Волосы никуда не денутся То есть они выглядят прям вместе Кучкой лежат И все хорошо с ними Офигенно я рассказываю, да? Я почему-то раньше всегда пользовалась бежевыми корректорами И думала, что, блин, что они не замазали мои прыщи Как же так же? Они же корректоры должны вообще замазывать Но потом мне предложили попробовать зеленый И я купила на самом деле самый дешевый Я купила вот такой вот от Пупа И он очень классно замазывает прыщи Как бы это стремно не звучало Но когда у тебя красный прыщ Замажет его только зеленый цвет Если там совсем все плохо То можно сверху еще немножко бежевым Когда уже зеленый подсохнет И тогда вообще-вообще ничего не видно Вот, например, вы видите у меня что-то на лице? Я вот не вижу На камере у себя ничего на лице Хотя там кое-что есть Вот такая я болтушка Еще одно мое любимое средство Это Baby Skin от Maybelline Он классный тем, что вы его наносите на лицо И потом вы наносите тоналку, например Или BB Cream И он, этот крем, не залезает во всякие морщинки Не залезает в полосочки, в поры Потому что туда залез уже вот этот крем Как это ни странно Давайте поговорим про тени Короче, их уже не очистить Потому что они у меня уже лет 5 Я знаю, что срок годности у теней Проходит через какое-то время И пользоваться ими нельзя Ну, как, в принципе, остальной косметикой Но, блин, эти тени мои любимые Мне их больше нигде не купить Потому что мне их подарила девочка Которая работает в этом салоне А косметика как раз вот салонная Но, в общем, я напишу название компании И прикреплю фотографию теней Если я найду их Вот здесь вот опять же У них очень классные цвета На самом деле, сначала, когда мне подарили эти тени Я вообще такими цветами не пользовалась Я пользовалась более холодными оттенками И поэтому я, наверное, год их вообще не трогала Думала, что, блин, куда я в них пойду Сейчас я каждый день, вообще каждый день Я пользуюсь только ими И последний из моих любимых средств Это вот такой вот тюбик Это как бы бальзам Который очень хорошо ваши губы лечат зимой Я не знаю, как именно получается так Что они заживают быстрее Но это реально так И к недавним средствам Оно у меня одно Ну, одно средство И одна еще такая вкусняшка Я недавно купила пенку для умывания Во-первых, она очень приятная Потому что, ну, представляете Вы вот ее выдавливаете себе на руку И наносите приятную, пушистую, мягенькую пенку Вы умываетесь после того, как вы смыли макияж И кожа становится реально чистая Это очень сильно чувствуется Потому что никакой жиринки, никакой пылинки Ничего вообще нет после того, как вы умываетесь Последняя вещь – это еда Это мед-суфле Я думала, что за фигня Я сначала ходила, видела, что их в Питере Прям много где продают И думала, зачем вообще портят мед Какой-то туда чуши напихали И вообще непонятно, что с медом сделали Никакой натуральности от него не осталось И я прям даже не пробовала их Я проходила мимо и думала Не нравится Фигня какая-то Недавно я его попробовала Это очень вкусно Это настолько вкусно, что мой молодой человек Который вообще ненавидит мед Он и то сказал, что это вкусно В составе мед натуральный цветочный Ягоды клубники Все Мед и ягоды клубники И это настолько вкусно Это просто как десерт какой-то Почему я раньше относилась плохо к нему, я не знаю Мне очень приятно, что я смогла поделиться с вами этими вещами Потому что они действительно заслуживают внимания Я уже очень давно хотела снять такое видео Потому что я считаю, что это на самом деле Очень полезно для многих людей Знать, что действительно круто И что действительно работает И что помогает нам становиться красивее каждый день И, кстати, я очень рада была бы Если бы вы написали в комментариях Свои любимые косметические средства Я уверена, что мы так поможем друг другу Поможем остальным Кстати, приглашаю вас поучаствовать в опросе Хотела вас спросить Краситесь ли вы каждый день Или вы краситесь только на какие-то события Например, Новый год, день рождения Встречи с друзьями И все Ну а мы с вами увидимся в следующем видео И спасибо, что снова были со мной Пока Это вот такая вот Тюбик Вот такой Если не до конца Замазался Этот Прыщ Продолжение следует... Продолжение следует...